Приветствую вас, Церковь Божия. Не было у вас, наверное, уже с того времени, как год уже прошел, как пандемия началась, эти моменты начались в 2020 году. Но кто из вас заметил, что когда вот такие были тяжелые обстоятельства, ну скажем таки узкие для всех, как-то Бог особенно благословлял. Кто может поднять руку? Строители, поднимите руку, только обязательно поднимите. Я знаю, что Бог вас сильно благословил в 2020 году. Аминь. Риэлторы есть, Бог благословил вас сильно. Благословил. Поэтому мы роптать не можем вообще ни на что. Поэтому Бог, знаете, написано в Малахе, что Господь, Он покажет разницу между служащими Ему и неслужащими. Аминь. И поэтому неважно, кто там правитель в стране, и какая ситуация происходит. Я понимаю, что мы многие потеряли близких. Мы также в служении в России потеряли сестричку. Она 10 лет служила и, в общем, коронавирус забрал ее. У нее были и другие еще вещи, но... И вы знаете, мы этот Новый год, как бы мы его не праздновали, как праздник, мы сделали такой мемориал вечер такой, и вспомнили всех, кто был в служении и ушел в вечность. И вот так Новый год отметили, и в 12 часов помолились, обнялись, спели три раза «Мой в небе край родной» и разошлись по домам. Поэтому у нас такой был очень оригинальный Новый год. Наши ребята в России вчера отметили Новый год. То есть, ну, как бы, то есть, какой января уже, да, они отметили. То есть, ну, как бы Новый год все равно отпраздновали. Вот, поэтому, знаете, разные события, разные ситуации. То, что сейчас вокруг происходит, знаете, и много... Я думаю, что многие об этом говорят, и есть разные переживания, как у верующих. Но я думаю, что мы должны всегда помнить, что Христос на троне. Аминь. Вчера, сегодня и завтра Он будет там. И независимо от того, что какие бури бушуют, или какие ураганы бушуют, все равно Он там. И вот помните, когда Христос только пришел. И многие думали, что Он, как бы, римскую вот эту империю, да, свергнет, и какие-то будут другие вещи, и какое-то новое правление начнется. Но ничего этого не произошло. И я думаю, что многие разочаровались. Аминь? Аминь, нету. Я думаю, многие разочаровались в том, что Иисус пошел другим путем. И спасение, и избавление, оно было другой, и план был избавления другой. Он пришел не изменить мировой порядок, который, ну, как бы, Он и не планировал менять. Он пришел собрать свой народ с этой земли, чтобы вернуть нас к Отцу через кровь свою, через жертву, что, в принципе, это и сделал. Он прошел этот путь до конца, Он выполнил свое предназначение здесь, на земле, то, для чего Он пришел. И прослужив, исцеляя и воскрешая людей, даря свою любовь, был распят, на третий день воскрес и ушел к Отцу. Послал нам Духа Святого, который нас научает. И мы сегодня, мы имеем этого Духа Утешителя, и мы должны понимать, что этот мир, он идет к своему концу. И, в общем-то, как бы, все, что нам нужно делать, уповать на Бога, держаться за Него и выполнять то, к чему мы призваны. Наше предназначение, как Церкви Божьей здесь, на земле, это спасение, помощь людям, которые находятся в разных обстоятельствах, люди, которые не знают Христа. Это единственная наша цель, как Церкви Божьей, чтобы распространять Евангелие, распространять Его любовь. То, чем вы, в принципе, занимаетесь также. Вот сегодня мне посчастливилось, я был на собрании на вашем, на миссионерском отделе. И, в общем, я вижу, что и очень мне это нравится, что ваша Церковь, она так тоже активно участвует в разных процессах. Это здорово, когда мы не сидим, а что-то делаем. Вот, поэтому пусть Бог благословит. И, знаете, мы не останавливались ни на, как бы, не останавливались в работе. Мы принимали ребят все это время на программу, потому что мы понимаем, что нет хуже заразы, да, нет хуже греха или нет хуже какой-то вещи, которая пять минут, каждые пять минут уносит одну жизнь. Ни канцер, да, ни коронавирус, ничего-ничего не уносит одну жизнь в пять минут. А вот, ну, как бы, передозировки, овердоз, каждые пять минут уносит одну жизнь в этой стране благословенной. 60 тысяч человек умирают в этой стране просто из-за того, что у них овердоз. Это статистика, ну, как бы, официальная, и я думаю, что она намного больше, если она была бы неофициальная. Поэтому, знаете, сегодня, как бы, это, ну, такая серьезная проблема. И те ребята, которые к нам приезжают, к нам на программу туда в Мизури или в Неваду, у нас вторая площадка в Неваде, они многие, как я уже говорил, они многие из верующих семей, из таких, как бы, христианских домов, где они с детства слышали Слово Божие, где они также вот сидели, спевали, где они ходили на молодежные, где еще что-то. В общем, и в какой-то, в определенный момент они выбрали не то направление. Где-то в определенный момент они увлеклись этим миром, вот этими огнями этого мира. Их мир поманил, обольстил, обманул, и они ушли туда. То же самое было в моей жизни, правда, я не был верующим, что есть большой, как бы, минус. Я не родился в христианской семье, но я был приличный парень и занимался спортом, я был капитаном команды, мы играли в хоккей, и так, за границу ездили. И, вы знаете, такие же спортсмены обманули меня, они мне сказали, что марихуана не наркотик. Вот молодые люди сидят, я думаю, что вы встречаете в колледже или где вы там находитесь, high school, когда вам говорят, что да давай покурим марихуану, это не наркотик, это легально, и там давай покурим эти электронные сигареты или еще подобные вещи. И эти люди, они хотят вас обмануть. Меня обманули также. Мне было 12 лет, и они мне предложили эту заразу. В 13 лет умер мой первый друг, 13 лет. Мне было 13, ему 15, он умер от передозировки. И, знаете, как бы я так думал, что он неудачник, я буду по-другому жить, но один за одним мои друзья начали уходить из жизни. Сейчас уже, наверное, человек 25, если посчитать, наверное, человек 25 моих близких друзей, их нету, их, эта жизнь, этот образ жизни, тюрьмы, болезни, кого-то убили, кто-то от овердоз умер, их нету уже. Им уже не помочь, им уже и реабилитация не поможет, ничего, потому что их уже нету в живых. Я всегда задавался вопросом, почему же Господь, ну, как бы сохранил мою жизнь. И даже когда я в 21 год услышал первый раз о Христе, когда я приехал на программу, измученный полностью, и Бог мне даровал этот шанс, и, вы знаете, это было почти 22 года назад, мое рождение второе, знаете, и я задавался вопросом, ну, чем я лучше других? Ну, такие же ребята были, они просто уже ушли, я сегодня живой. И, вы знаете, я точно понимаю и знаю, что Бог спас меня не для меня, Он спас меня для себя, чтобы использовать меня, чтобы, потому что я искуплен. Когда мы говорим, что я куплен дорогой ценой, понимаем ли мы до конца эти слова, что я куплен? Ну, тебя выкупили, кто-то заплатил за тебя paid in full, ты не принадлежишь сам себе, я не принадлежу сам себе. Я понимаю, что эти слова, наверное, они немножко резкие, потому что, как бы, наше естество и наше, кто мы есть, да, мы, как бы, мы не согласны с этим, потому что я это я, и у меня есть свое мнение, и, да, Бог уважает твое и мое мнение, и Он дал нам свободную волю, так же, как и Адаму с Евой. Но они оступились, они пошли другим путем, и сегодня у нас с тобой есть свободная воля, но за нас заплатили, за эту свободу кто-то заплатил дорогую цену. И вы знаете, я понял, что Бог хочет, чтобы просто в моей жизни было такое вот полное служение, чтобы Бог призвал меня, и я вернулся на миссию после уже программы, там, библейскую школу закончил, работал, я не хочу сейчас на этом долго останавливаться, но я хочу сказать о том, что то предназначение Божие, которое, то призвание, которое есть у каждого из нас, оно есть у каждого. Здесь мы должны понимать, что сто процентов каждый человек призван. И мы видим подтверждение в Священном Писании, когда даже теща Петра, написано, да, один стих написано, у нее была горячка, за нее помолились, она исцелилась, и что и пошла в библейский колледж. Аминь? Вы читали Библию или нет? Куда она пошла? Да не в колледж, в университет пошла. Там написано, что у тещи была, у тещи Петра была горячка, она исцелилась, помолились, и она стала служить с ними. Она стала служить сразу, right away. То есть она просто припоясала чесла свои, начала служить. А я не знаю, что там было, там, миссия была, там, или просто она на кухне готова, я не знаю, чем она занималась, но написано, что она стала служить. И у каждого из нас есть призвание, которое Бог положил, или предназначение, которое есть печать на каждом из нас. Я не говорю о спасении, которое по милости, по благодати, из-за Него самого. Я говорю сейчас о призвании и о тех наградах, которые мы можем получить или можем не получить в конце пути. И вот сегодня Алекс на миссионерском собрании опять затронул это местописание, это Матфея 25-31. Там написано именно об этом, когда люди соберутся перед троном царя, и он их разделит на овец и козлов, и будет определять по делам. И вы можете читать 25-31 и ниже, да, то есть, и написано, что, как бы, люди скажут, а когда мы, Христос, помогали тебе, когда мы тебя, там, кормили, когда мы тебя поили, когда мы одевали. Такие, вроде, простые вещи, да, как бы, они, как будто бы даже не духовные. Они, как будто бы, как бы, даже не связаны с молитвой, или с постом, или с прославлением, или ворщип какой-то, да. То есть, ну, пошли в тюрьму, это же тюрьма какая-то, ой, как грязно, наверное, там. Или, там, пошли кого-то бомжа нашли, там, одели его, помыли, помолились за него, привели его в порядок, там, накормили его. Или пошли к больному, да, там, кто, человек болеет, посетили его и помолились за него, и уделили время свое. И как-то, даже как-то это недуховно. Иногда, знаете, нам в центре говорят, у вас центр такой, как недуховный, вы там все-таки работаете, там, у вас все-таки одна какая-то работа. В общем, я говорю, ну, или там, то, что вы занимаетесь социальной работой много. Я говорю, да вы посмотрите на Иисуса. Вот почитайте Евангелие, вы найдете, что Иисус был самый, самый серьезный, самый сильный социальный работник. Он все свое время провел на улице, в служении, я имею в виду, когда он уже был в служении. Он где провел? Он периодически заходил в синагогу по разным вопросам, да, но ночью удалялся на молитву, а в течение дня где он был? Он был с простым народом, да, с разбойниками, там, с преступниками, с разными людьми, и он как раз с этими людьми и занимался. И он то же самое, он сказал церкви своей делать, возлюбить ближнего своего, да, как самого себя любишь, возлюбить Бога и ближнего. И мы видим, это в Луке написано про самарянина история, когда человек нашел на избитого, на избитого человека, который лежал в канаве. Я вот, я думаю, что когда мне помогали, да, когда я вот приехал на программу, я не мог ничем не заплатить, и у меня ничего не было. И вы знаете, те люди, которые тратили свое время, тратили не просто время, они жизнь свою посвятили. Они посвятили свою жизнь, чтобы такие, как я, смогли жить. И у нас был шанс жить, и, ну, если бы они больше так думали о себе, или там проводили больше времени, я думал, что я бы никогда бы не спасся. Я 9 месяцев стоял в линии, 9 месяцев. Долгих месяцев я стоял в линии, и был, не попасть было в центр, не было мест. Это еще тогда в России было. И, вы знаете, за 9 месяцев у меня такое случилось, такой просто ад на земле был. Я не буду об этом говорить, но это был просто ад. Дьявол хотел меня просто в порошок стереть, потому что я думал, что он понимал, что я стремлюсь выйти из этого Египта, и там фараон обозлился на меня. Но вот на самом деле, просто чудесным образом, Господь просто меня вытащил оттуда и поставил на твердое основание. И сегодня, знаете, как бы мы молимся, написано, чтобы мы молились, чтобы Господь выслал делателей на Ниву свою, потому что Нивы уже опали. Написано, что они побелели, но это 2000 лет назад было. Они не просто побелели, они уже упали, они гниют уже. Они реально гниют, это Нива. И если собрать всех людей со всех революционных центров, которых я знаю или вы знаете, 10-20 тысяч наберется, и то я с запасом взял, с большим запасом. А сколько умирают людей? То есть мы, получается, мы можем помочь только лишь маленьким количеством людей, а остальные люди уходят. Не хотим ли мы этого? Мы хотим помочь всем. Но просто нас не так много, кто занимается. И поэтому, наверное, мы не можем так много помощи оказать. И многие люди просто до этой помощи не доходят. Поэтому сегодня мы, как бы нам все время говорят, знаете, зачем вам там, у нас был один центр в России, взяли второй. Зачем вам это надо, там, вы с одним не разберетесь. Второе место наполнилось. Сейчас больше 200 человек на двух площадках. И там открылся центр в Америке. Одна площадка. В Неваде начали работу. Ой, зачем вам это надо, как бы вы с одним еще там не разберетесь. И уже то место как бы расцветает. И уже там есть люди, еще будет больше людей. И у нас в Неваде, я понимаю, что у вас ассоциация Невада, казино сразу и Лас-Вегас. Но от нас Лас-Вегас, наверное, 8 часов. Так что, ну, как бы это далековато. То есть, в общем, да. Но мы в пустыне в такой находимся, такая rural area. И там вторая площадка. И вы знаете, у Сергея, нашего руководителя, есть такая мечта, как бы, я думаю, что она когда-то осуществится в Лас-Вегасе, есть подземный город. Вы слышали о нем, да? Называется такое, это тоннели Лас-Вегаса. Тоннелс оф Лас-Вегас. Вы можете посмотреть в Ютубе, есть записи. Там где-то 14 тысяч человек живет под городом. Это наркоманы, алкоголики, люди, которые проиграли в казино, и они живут андеграунд. То есть, их не пускают даже. Они как-то выходят, потом обратно заходят. В общем, посмотрите, документально есть. И, в общем, там есть две церкви американские, с которыми мы сотрудничаем. Они, когда узнали, что будет такой офисил, эти недалеко в Неваде, они говорят, скорее открывайте. Потому что мы, говорит, вытаскиваем этих ребят, помогаем им. И они опять уходят в эти тоннели. А если будет место, куда посылать их на такой надлительный тритинг, на восстановительную программу, это было бы хорошо. Я думаю, что это место тоже быстро наполнится. И, знаете, в Библии говорит, в Деянии написано, что мы пойдем до края земли. Аминь. Если не ошибаюсь, у вас этот лозунг, да, в этом, в братской там. До края земли. Никто не знает, где этот край земли. Я слышал, что вы и на Мексику ездите, и в Непал ездите, и куда вы только не ездите. Ну, как бы, и то это, наверное, опять же не край, да? Там не поймешь, где этот край, туда зашел, и еще край будет. И Бог посылает нас и открывает возможности, дает возможности и дает желание служить другим людям. И вы знаете, учитывая то, что происходит сейчас вокруг, мы понимаем, что всякое может случиться завтра. И сегодня, может быть, ну, как бы, тот день, когда нам надо, ну, может быть, еще больше напречься и большему количеству людей помочь. Я думаю, так. И вот мы там, в Неваде, сейчас строимся. У меня есть с собой короткое видео. Такое обращение руководителя центра. Мы делаем стройку. В основном, все, что можно делать, мы делаем сами. Ну, с братской помощью, с Вашингтона, Миннесоты, потом с Калифорнии, Сакраменто. То есть, там, я не знаю, с Небраски, Сайовы. Помощь отовсюду идет, ну, как бы, померно и двигается это здание. Но есть вещи, которые должна делать лицензированная компания в Неваде. Ну, у нас нет таких ласенцев. Там пожарную сигнализацию они не разрешают никому делать. Они не пропустят это здание, если сами не будут делать. Ну, в общем, и поэтому у меня есть такое небольшое обращение, там, небольшое видео. Мы посмотрим, и потом еще пару минут, если у меня есть. Слава Богу всем за то, что Бог живой и Бог действует в наших жизнях. Вот это здание было построено благословенной группой из 22 человек. 15 из них из штата Миннесота прилетели к нам. И остальные приехали на машине из штата Вашингтон. И за 6 дней воздвигли вот это здание на фундаменте, который уже существовал. Спасибо вам, братья. Спасибо и благословит вас Господь тех, кто трудился здесь, кто вкладывал свою жизнь, свои финансы. Вот то, чтобы это здание стояло на этом месте. И мы стараемся быстрее его закончить для того, чтобы побыстрее начинать брать людей сюда. У нас есть одна нужда, которую я не могу не озвучить. И это 38 тысяч, практически 39 тысяч. Это на Fire Sprinklers. Это должна делать лицензированная в Неваде компания. И они поставили нам вот такую сумму. Дали нам estimate на 38 560 долларов. И Fire Alarm System тоже должна делать лицензированная организация. Здесь, в Неваде, они нам дали счет в 14 тысяч 466 долларов. Мы обращаемся к... Плюс еще, надо будет делать электрику, надо будет делать сантехнику, plumbing. И нужно будет делать HVAC, который сейчас находится в процессе расчетов. То есть люди, которые будут делать это все нам, они сейчас сидят, считают по материалам. Работа не будет стоить ничего. Они для Господа и для людей делают эту работу бесплатно. Но тем не менее, материалы мы должны купить. И поэтому я не могу это не объявить, если есть люди, которые неравнодушны, которые действительно болеют за спасение, за евангельское спасение наркозависимых, зависимых людей, которые попали в сети дьявола. Пожалуйста, участвуйте в этом проекте. Ваш вклад будет зафиксирован не здесь на земле. Он будет зафиксирован там, на небесах, если вы, конечно, в это верите. Я в это верю всем своим сердцем. И мы работаем на вечные ценности, а не здесь на земные только лишь. Поэтому вот это здание, построенное с помощью сотен неравнодушных христиан, оно должно привлечь еще другие сотни таких же неравнодушных христиан, которые помогут, чтобы это здание быстрее зафункционировало, чтобы мы могли принимать быстрее людей, которые мучаются и одной ногой, возможно, стоят в могиле. Поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным христианам. Равнодушные, пожалуйста, спите дальше. Если ты неравнодушный христианин, который смотришь это видео, пожалуйста, откликнись на эту нужду. Это не для меня и не для нашей команды и не для кого лично. Это делается для того, чтобы дело спасения в этой чудесной миссии новой жизни, которая существует с 1995 года, и уже 25 лет мы трудимся. Вот это здание для этой миссии, для того, чтобы здесь спасались люди. Спасибо вам огромное. Да благословит Господь каждое неравнодушное сердце. Бог видит ваше сердце. Какое оно, холодное или горячее. Поэтому да благословит вас Господь, иметь горячие сердца для Бога. И вы получите воздаяние, которое пребудет вовеки с вами и никуда не денется. Спасибо вам и да благословит вас Господь. Вы знаете, один брат Сакрамента, мы разговаривали, ну, здесь на видео крыша еще не сделана. И, в общем, один брат в церкви говорит, я хочу там как-то поучаствовать, сделать крышу на этой, на вашем здании. Мы говорим, хорошо, мы тогда будем искать материал, все. Он перезвонит, говорит, нет, материал я, говорит, тоже сам привезу и бригаду я свою привезу. Мы говорим, а что случилось? Он говорит, ты знаешь, ну, Сергеев говорит, после того, как я сказал, что я это сделаю, Бог меня, говорит, так благословил, работай, говорит, у меня столько, говорит, заказов. Он говорит, ну, я, говорит, не хочу потерять ничего, я, говорит, лучше сам все сделаю, вот как я сказал уже пред Богом. Я приеду, говорит, сделаю, потому что, говорит, так благословение пошло, говорит, ну, и приехали, он свою бригаду привез. Они за день просто все накрыли, собрались и уехали, то есть, ну, как бы, я не знаю, то есть, ну, просто Бог его благословил. Вы знаете, и когда мы только начинали, начинали в Мизури, и был только один маленький домик, такой Гэсхаус, мы его называем, мы обратились к многим церквям, которые там рядом с нами есть, и откликнулись. Там и Владимир Дуб, и Цимбал, и, в общем-то, братья всех церквей, вот, и они участвовали в строительстве, и мы начали эту мужскую реабилитацию. И потом следующая группа приехала, и отсюда приезжали, и с Огайо приезжали, и с Коннектику, откуда только не приезжали, и построили здание для женской реабилитации. И у нас появилась возможность брать девчонок на программу, у нас сейчас там 4 человека, сестрички, которые, к сожалению, их родители, ну, как верующие, с церквей, они находятся у нас на программе, у нас есть такая возможность. И, вы знаете, сегодня мы как бы вкладываем в щедрак, мы сегодня вкладываем в какие-то саморезы, я не знаю, там, в карпит или там в стулья, а в будущем мы получаем спасенные жизни, спасенных людей. И вот в миссии «Новая жизнь» уже за 25 лет, как Сергей сказал, уже больше полторы тысячи человек спаслись. Это люди, которых не должно было быть, это такие же люди, как я, которые должны были умереть. Но они не умерли сегодня, мы живы, сегодня у нас есть возможность помогать другим людям. И открыты другие реабилитационные центры и здесь, в Америке, и в России, на Украине, в Белоруссии, в Израиле, в Германии. То есть, ну, как бы, куда они уезжали, выпускники, они начинали какую-то работу, кто-то занимается с бездомными детьми или там ходит в тюрьмы. Знаете, и я уже сбил со счета, я не знаю, там, больше 400, может быть, там, 450 свадеб уже было, я не знаю. Я боюсь ошибиться, и там детей, наверное, 700-800 родилось уже. Вот в семьях вот этих людей, которые не должны были жить. Ну, у меня только трое детей, но я не самый передовой, как бы, в нашей, так сказать, в нашей группе. То есть, там есть, которые больше имеют детей. Вот, у меня, как бы, пацану 16 лет и две девчонки 13 и 9 лет. То есть, вы знаете, и Бог благословляет, и мы видим, что есть плоды. И вот в 20-м году я с чего начал, что год такой вроде тяжелый был, а у нас 4 человека программу закончили, уехали и живут сейчас нормально в церкви, они в служении, все. И как Бог так вот как-то все по-другому повернул, понимаете. То есть, ну, оно, когда мы служим, когда мы, когда наши сердца в полном уповании на Него, и мы понимаем, что в любом случае, независимо от того, что происходит за окном, какие бури, ураганы, что там бушует, мы должны понимать, что этот корабль, который плывет, да, и в этом океане, буря идет, там стоит у штурвала тот, который никогда от этого штурвала не уйдет. Аминь. Аминь или не аминь. Он, Иисус, всегда у штурвала, Он будет вести этот корабль. Аминь. Аминь, аминь. Он, 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 не знаю, пастор, не разрешают аминь говорить. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Иисус на троне. Слава Богу. Иисус на троне, и Он живой. И мы живы только потому, что Он на троне. Аминь. Не будем унывать. И в 21-м году еще больше плода принесем, чем в 20-м, невзирая на всякие коронавирусы, на все эти вещи. Вы знаете, я тут в Неваде был сейчас, и они мне там, давай, одевай маску, все. И я кое-как себя сдержал. Я говорю, Господи, вы, я говорю, вы не стесняетесь детей убивать, аборты делать. Я говорю, а маску вот на меня хотите надеть? Я говорю, лучше с чем они уговорю? Это самое этот, лучше прекратите законы такие выпускать. Но я так не сказал. Я так не сказал. Я пошел, одел маску и пошел дальше. То есть, ну, как бы подчинился. В общем, поэтому я думаю, что у нас есть закон Божий, которым мы живем. И этот закон, закон свободы. И мы освобождены от греха и от этого мира. Будем мудрыми. Аминь. Будем мудрыми, кроткими. И будем, как бы, проходить этот мир. И спасать людей. Пусть Бог благословит. У меня, как всегда, есть там разная продукция со мной. Никогда с пустыми руками не приезжаю. Вы можете поучаствовать. Там и мясо копченое есть, и мед, и майки. Все есть. Вот. Программа наша бесплатная. И 20 месяцев она. В общем, кто, если у кого-то есть знакомый, кто нуждается в конкретной помощи, или там в консультации, можете подойти и телефоны взять, или вопросы задать. Не стесняйтесь, подойдите, потому что, ну, как бы, сегодня я здесь, можем пообщаться, или взять телефон, позвоните. В общем, пусть Бог благословит. Приглашаю в гости. Еще раз приглашаю весь братский коллектив. Пастора, Алекса, всех Алекса. В общем, я всегда вас приглашаю. Мы открыты. Вот. Мы готовы принять странников. И хоть странных, и не странных. В общем, мы готовы принять вас. Приезжайте. Мы всегда будем рады. Помощь нам нужна. Но знаете, что, как бы, нас не так много, поэтому помощь всегда нужна. И даже вот один брат... Вот я сейчас один из братьев и две сестры там в центре. То есть мы втроем. Вот я сейчас сегодня с вами, а там две сестрички. Моя супруга и Сергея Разова, жена. Вот они вдвоем. И коллектив остальной. Я вот молю Бога, чтобы ничего не случилось, и никакая ситуация не произошла. То есть, ну, как бы... Поэтому, братья, если будет возможность, можно взять векейшн. И, в общем... Один брат в том году с Саус-Дакоты позвонил мне. Говорит, меня зовут так-то, так-то. Я хочу имя говорить, может, вы его знаете. Награду не хочу его забирать. В общем, он говорит... Я говорю, чем помочь? Он говорит, да я вам могу помочь. Я, говорит, думал на векейшн поехать на Авайи там или куда-нибудь, может быть, куда-то отдыхать. Он бизнесмен, там, работает. И, ну, говорит, я решил на миссию к вам приехать на месяц, на полтора. Всю свою технику привез, там, тяжелую, там, в общем, там он... И вместо вот такого хорошего векейшн, да, он выбрал с нами зимой, там, в лесу в нашем, в деревне, в общем. Он приехал с нами, был. Знаете, просто... Да благословит его Господь. Вот просто желание... Ему, говорит, мне Бог все время говорил, хватит жить для себя. Вот так, говорит, мне Господь говорил, я, говорит, решил не поеду на Авайи, а поеду, говорит, куда-нибудь на миссию, выбрал вас. Я говорю, ну, слава Богу, я говорю, ждем в следующем году тоже, если что, не забывай про нас. Вот, поэтому сестрички тоже есть, что для сестер делать. Аминь. Можете приезжать у человеков, отпрашивайтесь и можете приезжать. Пусть Бог благословит. Спасибо. Спасибо.